Золотой диск Чи артист Середньої Азії – Джонні Бек! Джон Дуста Джон Дуста Джон Дуста Мехер Болон Джон Дуста Джон Дуста Джон Дуста Джон Дуста в городе Душанбе. Джурабек учился в несколько школах Таджикистана и в последнем закончил школу Сонмин города Худжанда. И после окончания школы поступил в Российско-Таджикский университет СКУ на факультет арабского языка. В детстве он любил играть в футбол и даже был игроком молодежного состава команды Худжан-2. С малых лет он выступал на сцене вместе с отцом, народным артистом СССР с Джурабеком Муродовым. Чурабек начал свое творчество, когда ему было 9 лет, но профессионально он уже стал петь в составе молодежного квартета Боло. Креативная на тот момент группа просуществовала 5 лет и Джонни Бек стал известен на весь Таджикистан. После распада группы Боло Джонни Бек вошел в состав команды из уже профессиональных солистов. Таким образом появилась группа Вазир. Субтитры создавал DimaTorzok Контракт с компанией JM и дуэтом выпустили несколько крутых хитов и организовали первый коммерческий тур по Европе и США. Вернувшись в гастроли, Джонни Бек и Шабнам решили вновь выступать в качестве сольных артистов. Опыт, приобретенный в концертных турах, за рубежом вдохновляет его на более высокие планки в певческом творчестве. В 2011 году в США Джонни Бек получил премию от фонда Big Apple Music Awards в номинации лучший певец Центральной Азии. И вы вполне справедливо получаете премию от фонда Big Apple Music Awards в номинации лучший певец Центральной Азии. И вам вручается золотой диск! Дорогие и господи, ставьте руки вместе для лучшего певца Центральной Азии. В 2013 году знаменитый певец иранского происхождения Анди приехал в Душанбе по приглашению Джонни Бека Муродова и провел совместно с ним концертную программу для любителей эстрадного жанра музыки. Наравне с песнями на персидском языке он исполнил песни и на хиндии, арабском, английском, армянском языках. Зал был заполнен таджикскими и зарубежными любителями творчества двух артистов. Спустилась ночь ни зверями, ни птицами, лихая ночь на темной колеснице. Две полосы, две линии ладони, две полосы, но кто кого догонит? Всего лишь миг, он у тебя украден. Короткий миг на длинной автостраде. За небосвод умчался ты не глядя. За небосвод, которым ты украден. В 2016 году Джонни Бек Муродов с известным режиссером Аланом Бадоевым сняли клип под названием «Небеса» в память о погибшем сыне Виктора Ивановича Сергея Карачуна, стоимость которого составила 100 тысяч долларов. И этот клип стал самым дорогим клипом в Средней Азии. Дорога в дарь, дорога в небеса. Ты в нашей памяти навсегда, мы не забудем никогда. Дорога в дарь, дорога в небеса. Пусть будет чистою, как слеза. Твоя дорога в небеса, в небеса. Виктор Иванович предложил Джонни Беку на определенный срок приехать на Украину для повышения уровня его творчества и профессионализма. Виктор Иванович полностью профинансировал все расходы Джонни Бека и его команды. Так Джонни Бек в общей сложности записал 10 песен, 1 альбом и 4 клипа. Дорога в дарь, дорога в небеса. Если посчитать условно, команда Джонни Бека состояла по меньшей мере из 25 человек. Продюсер Игорь Борисов, а также администратор, концертный директор, бухгалтер, юрист, пиар-менеджер, имиджмейкер, хитмейкер, профессиональные музыканты и другие немаловажные члены команды. Джонни Бек, Мродов и его команда дали свой первый концерт в Киеве, в Карибен Клаб. Публика встретила таджикского певца на ура. Мерцают тысячи огней, и в переливах сентября, Мерцают тысячи огней, и в Карибен Клаб. Клипы Джонни Бека Муродова сняты известными украинскими режиссерами, таким как Алам Бадоев, Владимир Якименко и Скуратовский. Джонни Бек поет на многих языках – на родном таджикском, на персидском, на русском, английском и украинском. В 2019 году Джонни Бек Муродов выступал специальным по приглашению лайма в Вайкуле в Юрмале. Он должен был выступать с концертом один день, но удостоился чести получить симпатии зрителей и выступал с концертом на второй день фестиваля. И открывает наш четвертый день фестиваля – Джонни Бек! Можете принимать смелее. Движение – это жизнь, поэтому смело хлопайте, ручками, ножками топайте. Джонни Бек, прошу. Спасибо. Добрый вечер, Юрмала! Ну что, давайте поддержим гостя из солнечного Таджикистана. Мы расправим паруса, на разных полюсах, летают небеса, взлетаем. Мы расправим паруса, и наши голоса растают в небеса, взлетаем. Джонни Бек три года жил и занимался творчеством на Украине. Он благодарен Виктору Ивановичу за представленную возможность и всестороннюю помощь. Вклад Виктора Ивановича в развитие творчества Джонни Бека Муродова неоценим, что сыграло большую роль в жизни таджикской звезды и стал огромным импульсом в достижении новых музыкальных высот. Все эти достижения и победы на музыкальном поприще стало для него стимулом для поднятия на музыкальный олимп. В ближайшие планы таджикской звезды теперь входит покорение узбекской эстрады и сцены. Чонни Бек намерен применять свои музыкальные навыки в братском нам государстве. И первые шаги уже сделаны, что свидетельствует совместные клипы с узбекскими звездами. Субтитры создавал DimaTorzok